всем привет сегодня познакомимся с еще одной полезной терминальной командой это команда локейт ну она схожа с командой find для поиска поиска там файлов вот но локейт принимает в качестве параметра имя или часть имени и моментально выводит список путей до этого файла вот то есть как я уже сказал альтернатива этой программе является find но разница между ними заключается в том что файн производит поиск по файловой системе и требуется значительный период времени для получения результата особенно если у вас диск не ssd довольно старенький обороты у него 5200 и это может занять продолжительное время а вот дело в том что локейт использует собственную базу данных для хранения имен файлов в то время как find исследует директории в поисках заданного параметром командной строки имени файла команда локейт является очень простой в использовании и все что вам нужно сделать это ввести имя файла который вы хотите найти вот ну бывает так что find ничего не найдет вот но для этого как я сказал перед этим локейт использует свою собственную базу данных так вот если файл не был найден а вы знаете что файл есть то значит надо обновить базу данных дан для того чтобы все было хорошо то лучше периодически обновлять базу данных ну конечно же если у вас система вот мы возможно этого сервер какой-то постоянно ищет какие-то файлы то лучше всего после добавления в какого-либо какого-нибудь файла обновлять базу данных вот и все вот поэтому нужно обновить базу данных и после этого можно смело искать но сейчас мы посмотрим на это все как это ну например а это если вдруг кому нужна матрица то вы можете и спокойно использовать есть такая программка simatrix то есть сюда pt get install simatrix и у вас на экране будет матрица ну а теперь приступим к примерам по команде локейт но если этой команды вас нету то ничего страшного ну она у меня есть давайте первое дело конечно же там всегда есть help help и вы все можете посмотреть и что мы тут видим мы тут видим даже есть поддержка регулярных выражений и так посмотрим на примеры попробуем найти файл в имени которого есть слово текст и так и так что что это было это было то что были найдены все файлы да да где вот тут текст что-то я не понял вот тут вижу текст вот здесь не вижу здесь вижу здесь не вижу интересно давайте текст один попробуем даже текст один нашло ну ну как вы видите работает быстро кстати на я базу данных не обновлял скорее всего она обновляется автоматически для того чтобы показать количество найденных файлов данного количество записей пример вот мы искали по текст один перед именем да в скобочках нужно указать c и соответственно мы получим количество записей то есть давайте сравним но можно не сравнивать но поверьте здесь количество файлов 17 а теперь давайте посмотрим на такой пример я ищу вот такой файл qwerty123 но не находит но дело в том что файл есть значит для этого как я и говорил нам нужно обновить базу данных для этого выполняем от имени администратора такую команду update db и сейчас база данных обновиться она обновилась и теперь попробуем найти и файл был найден теперь смотрите такую такую вещь точнее такая ситуация сейчас я файл удаляю удалил и дальше мы производим его поиск фишка в том что файла то уже нету а поиск результат поиска показывает что есть конечно же вы сразу же догадались что нужно обновить базу данных но базу данных можно не обновлять ну к примеру вас обновление базы данных происходит раз в сутки да вот тем более если у вас не создешный диск ну короче может быть много ситуации когда перед поиском файла не наш не нужно же каждый раз обновлять базу короче чтобы решать эту проблему надо 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 перед именем файлом вот такой флаг поставить тире и и это у нас будет проверка то есть будет найдены в базе данных файлы и будет произведена дополнительная проверка существует ли он реально или нет дальше теперь смотрите я создал я создал я сейчас еще один файл создам смотрите у меня два файла у них одинаковые имена только разница в регистре кстати windows и такое сделать нельзя вот а в линусе можно короче я ищу файлик кварти 123 как вы видите мне нашло только нашло только один файл кстати это отчасти и из-за того что я базу данных не обновил давайте обновим давайте еще раз поищем все равно один файлик как ну я думаю вы догадались здесь учитывается регистр для того чтобы регистр в имени не учитывался мы устанавливаем передаем вот такой аргумент такой флаг датера и и теперь мы ищем и регистр файлах не учитывать и мы видим уже было найдено два файла дальше к примеру нам нужно искать точное имя файла ну давайте я вот так куда напишу qrti 1 как вы видите команда локейт ищет совпадение либо же давайте я попробую вот так вот поискать рт 1 2 3 опять таки как вы видите находит давайте я создам сейчас еще один то touch и qrti 1 2 3 4 qrti 1 2 3 4 обновим базу данных и поищем теперь qrti 1 2 1 2 3 вот но к примеру мне нужно найти точное имя файла то есть без каких-либо совпадений для этого нам нужно сделать следующее для этого нам перед именем файла надо поставить слэш а в конце имени файла поставить знак доллара и перед всем этим добром такой флажочек тире r здесь будет ну вот тут будет идти поиск по точному соответствию имени давайте нажмем enter и как мы видим нашло только один файл ну конечно же давайте еще проигнорируем верхний регистр тогда по идее будет найдено два файла да все верно два файла а вот этого файла не было не было найдено ну вот скажем так вот запомнили да тире r флажок перед именем слэш и в конце знака доллар и так идем дальше например вы захотите не просто получить там имена файлов да с ихними путями а еще узнать какую-то информацию о файле ну к примеру такая информация как когда он был создан там и все такое можно воспользоваться вот этим то есть смотрите локает ну здесь набор флагов вы видите игнорировать верхний регистр проверять действительно ли он есть или нету b это возвращать только файлы вот содержащие сам запрос вместо того чтобы выводить каждый файл дальше вот это 0 это у нас говорит о том что генерировать нулевые разделители вместо пробелов поэтому как бы с помощью этим этого флага локает может обрабатывать имена файлов которые содержат пробел короче это все флаги вы почитаете такой смотрите вот эта команда выдаст результат какой-то список да и вот каждому результату каждой строке будет применена вот эта вот команда точнее вот то есть будет точнее вот что будет применена вот команда ls которая выведет подробную информацию о файле что такое x arc тире r0 гугла нюте чтобы я сейчас не тратил время а ls мы уже разбирали теперь давайте посмотрим по файлам qwerty вот соответственно все все совпадения которые были найдены и вот я вижу информацию по файлам да то есть когда он был создан вот он только буквально вот несколько минут назад они были созданы права группы и все такое вот владельцы админ и т.д. и т.п. соответственно вы должны помнить да и понимать что это все вот эти результаты можно перенаправить для других команды там можно grab использовать можно ls можно еще еще и еще что-то то есть а грубая x arc это такой вызов другой команды с какими-то аргументами каким-то аргумент так ну и давайте наверное все потому что команда локать довольно таки простая можно еще можно еще сделать вот так вот локает например поищем какие-то файлы т.к. ст. вот вот так вот и давайте выведем выведем только 10 результатов n10 вот как вы видите все хорошо то есть можно еще указывать сколько результатов выводить вот можно конечно же не указывать и тогда это будет очень долго ну кстати смотрите насколько быстро произошел поиск по тексту кстати давайте я сейчас ради интереса посмотрим как насколько быстрее найдет файлик программа find либо же наш локает так вот я здесь открыл зашел какую-то глушь и сейчас попробуем найти с помощью find а помним точечка не по моему слэш дальше нейм и укажем имя файла где но часто напишу и продолжим и так кажись правильно то есть этот слэш указывает что находить файл из корневого каталога так huk tbl in code . h huk tbl in code . h ну давайте поищем опачки permission denied it ну 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 ага нет доступа ну нам туда и не надо ну короче вы увидели да что что поиск какое-то время занял ничего себе давайте попробуем локейт использовать для этого локейт так локейт и и и и и это мы вот сделаем вот так вот enter и чё такое что как это не нашло короче чё-то я набокопорил в имени не тбл а тлб вода да да только сейчас увидел ну короче вот нашло да нашло даже третьих файлика и давайте еще раз через find тоже наверное через судо и давайте я вот это вот делаю вот так вот так судо перемещение найдет ну да ладно то такое но сравним локейт раз и нашло и файн find подольше подольше это с учетом того что у меня ssd-шка если бы не сссд-шка я думаю еще больше времени бы за но в принципе думаю наверное все а кстати можно посмотреть статистику занесенную команда и локейт в каталог давайте посмотрим локейт и вот так вот то из король а 38 мегабайт используется низкого пространства и кстати можно давайте локейт я еще посмотрю help и по моему да можно использовать свой собственный путь для базы данных давайте попробуем давайте попробуем давайте я попробую вот так вот где локейт напишем д дальше дальше чему надо новый путь а новый путь будет например вот так вот тмп и тмп и новое имя new . db вот так что такое ну да директория это давайте вот так вот не понял короче немного не так с помощью к локаят локейт тире d мы можем указать с какой базы искать а вот создать новую базу данных можно с помощью вот такой команды суд судо апдейт дебе о и мы создаем к примеру ню там давайте вот так вот это тестов был нюл дата бейс вот база данных создается дальше дальше теперь мы можем мы можем искать конкретно по этой базе ну можно сделать вот так вот локейт и указать по какой базе мы конкретно ищем давайте д так у нас давайте нью нью дата бейс бим и поищем 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 чё нибудь давайте звезд текст вот и по ходу по этой базе данных был произведен поиск вот ну можно еще попробовать установить установить так эту базу для того чтобы поиск делался по умолчанию это по моему вот таким вот образом так или не так ну и давайте я помню попробую удалить старую базу данных так где она у нас лежит вот вот здесь сейчас я это выйду и попробуем удалить для проверки для проверки и так вот эта база сейчас я ее удаляю как это я же под судо зашел не понял еще раз не могу видимо и здесь не могу я думал что судо мне даст а не я не сюда зашел вот сюда надо тогда вар либо 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 вот и м локает и сейчас удалим f8 есть и теперь попробуем что-то найти так и давайте-ка поищем 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 чё мы там искали последний раз вот это permission denied it tlb но ничего как вы видите все было найдено то есть с помощью апдей дебе я создал новую базу данных и указал где ну и теперь давайте-ка грохнем напоследок перед тем как закончить запись я грохну еще и свою базу данных вот эту new database раз два и попробуем что-то найти и попробуем что-то найти и давайте поищем ух ты блин смотрите ищет что-то нашло а как оно могло найти она скорее всего создала только что базу по умолчанию но это логично и если базы нет то нужно создавать новую да я не внимателен и я думаю вы заметили я этот поиск производил с помощью команды find извините меня да невнимательность так где же где же где же вот видите лень лень писать тлб лень писать и я ищу в истории так вот что напишет cannot нету этой базы данных вот была попытка поискать в той базе данных по умолчанию но ничего не было найдено ну вернемся еще раз создадим эту новую базу данных по указанному пути и попробуем еще раз найти ах ты зараза окей значит нам надо искать следующим образом значит ищем таким образом указываем в какой базе данных можно искать кстати с помощью апдейт дебе можно конкретно базы данных по создавать пример для каждых отдельных дисков но я думаю об этом вы гугла нёте потому что я и так уже начал запинаться и немного под ту плевать вот что значит работа без подготовки вот ну смотрите последним запросом вот точечка до две точечки я указал что использовать эту базу данных по умолчанию и следующий поиск вот следующий поиск вот такой мне не сказал о том что ну не было млокейт дебе вот соответственно когда вы вот здесь где 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 же нам было вот когда вы указываете свою новую базу данных пишите две точечки и делаете поиск то соответственно дальше идет поиск по умолчанию ну в этой последней базе данных так вот так вот давайте попробуем ну ничего не было найдено потому что таких дурацких имен у меня на файловой системе нет ну а на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока